Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас тема, которая, наверное, волнует очень многих, если не всех жителей Латвии, это энергоресурсы, цены на энергоресурсы. И поговорить об этом мы пригласили руководителя департамента торговли «Латвия с газа» Эгела Лапсалиса. Добрый день, Эдилс. Добрый день. Итак, конечно, все мы в курсе, что происходит на мировых рынках энергетики, что происходит с ценами газа в Европе, которая перестала быть премиальным рынком для поставщиков газа, сконцентрировавшихся в свои ресурсы и во многом увеличивших продажи именно на азиатском рынке, которые более выгодны, более привлекательны для поставщиков. И в этой связи в Европе создался некий дефицит, который вызвал буквально взрывной рост цен. Естественно, что обычный потребитель сказывает это с жадностью торговцев, с какими-то перипетиями рыночной экономики и так далее. Но мы имеем ситуацию в Латвии достаточно уникальную. То есть до сих пор мы, в общем-то, имели возможность пользоваться своей газовой системой, построенной еще в советское время. Во время монополии «Латвия с газа» эта система была приведена в идеальный, можно сказать, порядок. Все-таки вертикально интегрированная компания «Латвия с газа» действительно вложила очень большие средства и ресурсы в то, чтобы все в этом хозяйстве работало очень хорошо. Это имеется в виду и трубопроводные сети, сети магистральных трубопроводов, и инчуканс, где тоже были произведены крупные инвестиции в реконструкцию скважин, в реконструкцию насосного хозяйства и так далее. Но сейчас эта система вся разделена на части в связи с принятием закона об энергетике. С 2017 года «Латвия с газа» утратила свою монопольную позицию на рынке. Но вместе с этим потребители, получив такую манящую перспективу платить за газ меньше, все-таки столкнулись и с оборотной стороной этого процесса. Если раньше цены у монопольного поставщика все-таки утверждал регулятор, то есть он оценивал обоснованность затрат, которые включены в цену, и, соответственно, таких резких скачков, как мы сейчас наблюдаем, не было. Но сейчас теперь эти цены не регулируются, это рыточная экономика. И вот железная рука рынка выводит нас, к сожалению, на очень высокие счета за энергию и за газ. Вот мне бы хотелось ваше профессиональное мнение, Эйгел, узнать по всем этим вопросам. И в первую очередь скажите, пожалуйста, насколько «Латвия с газа» продолжает оставаться все-таки ведущим игроком на рынке поставок газа в стране? Ну, понятно, что на вашу долю претендовало очень много. Насколько компаний, сейчас, мне кажется, 17 компаний имеют эти лицензии на продажу газа? Насколько эти 17 конкурентов оторвали у вас долю рынка? Ну, я бы сказал так, что «Латвия с газа» не только доминирующий торговец газа в Латвии, но и во всей Прибалтике, если смотреть на общий объем продажи. В принципе, из этих 17, ну, я бы сказал так, в Латвии активно газ продает где-то 6-7. Остальные, они больше числятся, они больше на бумаге. И, в принципе, если смотреть на открытие рынка, так, но открытие рынка дало возможность заработать тем, который перепродает газ. То есть спекулянтам? Ну, я бы их не назвал спекулянтами, но, в принципе, они покупают газу от одного из импортеров газа, число которых вообще в регионе не менялось. Как они остались там? Один в Эстонии, один в Латвии, один большой, ну, два больших в Литве, еще один маленький в Литве, число импортеров газа не менялось. Все остальные, включая того же Латва Энерго, который является самым большим потребителем газа в Латвии, конечно, все остальные покупают у кого-то из этих импортеров и продают газ дальше. То есть получается, что Латва Энерго по-прежнему покупает газ у вас? Ну, они покупают не только, но не только у нас, конечно, имеют возможность купить, но, в принципе, насколько я смотрю, в основном, конечно, покупают у тех, у которых можно купить дешевле, это у нас. Понятно. Хорошо. Тем не менее, и Латва Энерго, и даже, мне кажется, бывший Латтелеком, работающий сейчас под брендом ТЭД, предлагает потребителям свои услуги в обеспечении их газом. Это вообще реально то, что, покупая у вас, они могут предложить цену более выгодную, чем у вас? Ну, это, конечно, по поводу ТЭД, я бы вообще не говорил и не рассмотрел это как торговца газа. Серьезно, да. Ну, по поводу Латвии, конечно, можно смотреть, потому что у них самый большой портфель потребления у себя. И зависимо от того, когда кто покупает газ, в принципе, в каком-то периоде, если есть остатки газа, который куплен дешевле и не распродан в каком-то моменте, конечно, можно и купить дешевле. Но если мы говорим о больших объемах и надежной долгосрочной поставке газа, это, конечно, тогда нет. Хорошо. Значит, Латвенерго является по-прежнему самым крупным потребителем. Мы понимаем, что на газе работают наши две ТЭДС, которые, в общем-то, обеспечивают генерацию такую текущую в Латвии электроэнергии и обеспечивают частично поставку тепла для Рига Силтумс в Риге. Какова доля Латвенерго в вашем общем портфеле? Менялась ли она со времени открытия рынка? Может быть, они сконцентрировались на закупках через клапецкие газовые терминалы и там что-то выгодно приобрели? В принципе, доля потребления Латвенерго вообще в нашем портфеле, и как и в общем балансе газа, она не менялась из-за открытия рынка. Она меняется из-за потребностей год от года. Из-за температуры воздуха, из факторов, которые влияют на генерацию электроэнергии из газа, больше исходя из этого. Я бы не сказал, но если в прошлом году еще в Клайпеде можно было, может быть, в каком-то периоде купить газ дешевле, то в этом году это как бы не вариант. И там как бы два обстоятельства, которых надо иметь в виду. Латвия, Эстония и Финляндия находятся в единой рыночной зоне. Это значит, что это значит, независимо от точки входа, уже на границе там, на Латвии, Эстонии, Латвии, Эстонии, Финляндии, никаких дополнительных затрат на транспортировку газа не имеется. Литва живет отдельно своей жизнью. В принципе, если транспортировать газ что в Литву, что из Литвы, это дополнительно где-то 1 евро на мегаватт-час. Ну и тоже, если мы смотрим вообще откуда в Клайпеде газ, то тоже, в принципе, очень большая часть газа в Клайпеде в прошлом году приходила от российского Новотек. А, вот так, да? Понятно. То есть норвежцы все-таки не стали доминирующими поставщиками в Литве? В принципе, нет. Ну как каждый потребитель, но есть какие-то обязательства, например, я не знаю, не могу сказать там за литовских покупателей газа, какие у них обязательства TegorPay против Equinor, но в принципе каждый смотрит, где купить газ дешевле. Ну если дешевле можно было купить от Новотека, тогда покупали газ от Новотека. Хорошо. Эдил, а вот такая странная ситуация. То есть Эстония, Финляндия, Латвия смогли объединить свой рынок, а Литва осталась на отдельном положении. Это получается, что они требовали, чтобы все вот эти три страны несли какие-то истежки по терминалу для того, чтобы они согласились войти в этот рынок. В чем там была история? Насколько я помню, это действительно так. Они хотели, чтобы все платили тоже за терминал, не хотели платить тоже за Инчуканское подземное хранилище и в принципе еще не хотели делиться прибылью, которую они получают из-за транзита в Калининград. А, понятно. Но в принципе, ну как сейчас говорится о том, что Литва тоже может и желает присоединиться к единой зоне. Если исторически вот мощности Инчуканса делились, ну преимущественно для Латвии хранился газ, немножко для Литвы, еще немножко для Эстонии, для северо-запада России. Насколько я знаю, Газпром уже для себя перестал хранить в Инчукансе газ. А вот соседние страны сохранили какую-то долю в этом объеме хранения? Используют они это или все-таки нет? Ну сейчас это как бы коммерческая информация, которая полностью владеет коннексус-бот, который является оператором ТХГ. Ну, например, так как у нас тоже приличная доля поставок газа где-то в рамках 30% от нашего портфеля это уходит в Эстонию и Финляндию, мы, в принципе, для поставок в Эстонию и Финляндию в зимнем периоде храним газ в Инчуканском хранилище. Так что то, что я могу сказать, в Инчуканске газ хранится не только для потребления Латвии, но и для потребления Эстонии и, в принципе, для экспорта в Финляндию в зимние месяцы. Ну, то есть если вот первый год, это, наверное, 18-й работы на открытом рынке, ну, то есть это сезон, наверное, 17-18 год. Вот Латвия с газа, в общем-то, как, ну, может быть, прародитель коннексуса использовала его услуги, наверное, одна из единственных компаний, потому что одна из немногих компаний, поскольку понимала, что значит иметь резерв и так далее, а многие другие операторы этого не делали. То есть сейчас ситуация как-то выровнялась, и другие тоже стали понимать, что важно иметь запас. Или все-таки необходимы какие-то меры на государственном уровне в плане законодательства, чтобы любой торговец с газом все-таки каким-то образом обеспечивал выполнение контрактов за счет вот этого запаса в Инчуканске. Потому что, ну, пока вот на первом этапе это выглядело так, что Латвия с газа придерживается такой ответственной позиции и создает этот запас для своих потребителей фактически в ущерб себе, потому что за хранение нужно платить. А если вы получаете газ по трубопроводу, да, вы рискуете, что в какой-то момент мощности может этого трубопровода не хватить, если будет холодная зима, но вы себя, так сказать, пограждаете от каких-то затратов. Какова сейчас ситуация с хранением, и вообще нужно ли государству каким-то образом регулировать этот процесс? Ну, если смотреть исторически, вообще система газоснабжения при Балтике строилась таким образом, что газ зимой, ну, в отопительный сезон снабжается вся Латвия, там, в принципе, вся Эстония из Инчуканского подземного хранилища. И раньше при регулированном рынке Латвия с газом была ответственна за надежность поставок, что летом, что зимой. И, в принципе, летом планировалась закачка газа, газ закачивался в Инчуканское ПХГ, и зимой там все потребление бралось только от Инчуканс. Сейчас это уже, как бы, Инчуканс имеет такое коммерческое значение, и если смотреть только коммерческие, тогда газ хранить в Инчукансе выгодно, только если есть разница между летней и зимней ценой газа. Вот, например, если мы смотрим на следующий год, там никакого спреда между летней и зимней ценой нет. Но он сейчас даже с минусом. И, в принципе, если смотреть только из коммерческой точки зрения, смысл хранить на сегодняшний день, если смотреть прогнозы ценовые, смысл хранить газа в хранилище из коммерческой точки нет. Но то, что Латвия с газом всегда делала и будет делать, учитывая то, что зимой при низких температур газ получить по трубопроводу, в принципе, может быть и невозможно, мы для своих клиентов газ зимой хранить будем. И сейчас будем хранить, чтобы обеспечить всегда своих клиентов. Ну, по поводу остальных торговцев я, конечно, ответить не могу, потому что это тоже при таких ценах, при таком ценовом уровне, как сейчас, это и требует довольно много финансовых средств, чтобы купить летом газ и закачать в хранилище, и заплатить за деньги, и получить деньги обратно только зимой. В принципе, если смотреть на надежность газоснабжения, ну, я бы сказал так, что Инчуканс, это как бы критически зимой используется. Критически и важно. Но и то, что сейчас, например, мешает, что нам и всем остальным торговцам, что условия по поводу хранения газа, они все время меняются, и на следующий сезон они тоже планируют какие-то изменения. И, в принципе, нельзя нормально работать таким образом, что условия игры меняются во время игры, и что ты, в принципе, не можешь заранее планировать следующий сезон газоснабжения, не зная, какие будут условия. Будет они меняться, не будет они меняться. А с чем это связано, смена условий игры? Ведь Коннексус сейчас, насколько я понимаю, принадлежит фактически государству, то есть через высоковольтные сети. Государство меняет условия игры в ходе самой игры, почему так? Ну, это больше, наверное, вопрос Коннексус Болт и Грит, потому что со стороны торговцев, чтобы планировать свои портфели, планировать поставки зимой, было бы хорошо, чтобы условия не менялись там чаще, чем раз в три года, не так, чтобы они меняются каждый год. Потому что, ну, может быть, если, как бы, этим не заниматься каждый день, и вот думать, что мы завтра что-то купим, продадим, это все кажется просто, но, в принципе, чтобы закачать газ, газ в инжеккаунском подземном хранилище, это надо планировать заранее. Нельзя так, чтобы, например, посмотреть, какие ценовые форварды, там, вот, юль самый дешевый месяц, я весь газ буду закачивать в юль. Но так, к сожалению, не получается, потому что надо иметь в виду и ремонтные работы, которые и Коннексус, и, соответственно, оператор с другой стороны проводит, проводит в основном летом, и надо соблюдать какой-то режим закачки, это все надо планировать заранее, по весь сезон закачки газа, чтобы закачать необходимые обремя. Понятно, то есть бронировать мощности предварительно с тем, чтобы график в этот включится как-то. Да, и чтобы планировать, надо знать, какие будут условия бронирования мощности. То есть, вот, если смотреть на ситуацию с вашей точки зрения, с точки зрения торговцы газом, получается, что государство, открыв рынок, ликвидировав вот эту монополию, которая, значит, казалась несправедливой кому-то, это фактически внесло какой-то элемент хаоса во всю эту систему? Ну, безопасность газоснабжения отодвинулась в втором плане. Это я могу сказать уверенно. То есть, это, наверное, задача для законодателя, чтобы все-таки этот элемент хаоса как-то ликвидировать и безопасность выдвинуть на первый план. Потому что это фактически, ну, не только безопасность газоснабжения, но и безопасность страны в целом. Да, мы же не можем людей зимой, вот сейчас, когда морозно на улице, поставить перед необходимостью где-то срочно покупать дрова, буржуйки и так далее, чего не было даже в 90-е годы, несмотря на все сложности этого периода. Хорошо, но все-таки вот, да, мы видим, что цены растут. Однако, опять-таки, можно напомнить, что у «Латвия с газом» в свое время был долгосрочный договор с «Газпромом». Как объясняли высшие руководители и «Газпрома», и российского государства, «Газпром» всегда своим клиентам предлагал формулу вот этого расчета цены, исходя из цены мазута, и логично было бы предполагать, что «Латвия с газом», ну, освободившись от каких-то функций, связанных с распределительными системами, с магистральными газопроводами и так далее, все-таки сохранила эту привилегию получать напрямую от своего давнего партнера это сырье, этот ресурс, и, в общем-то, чувствовать себя хорошо. Или закон об энергетике вам не дал права работать по такому договору? Вы должны привязываться к бирже. Закон энергетики там не дает какие-то постановления по какой цене ты должен закупать. Это больше требование рынка как такого. В регулированном рынке мы покупали, да, газ по формуле, привязанный к 9-месячным котировкам мазута газоэла, и, в принципе, колебание цен не было такое большое. Ну, она была выровненная. Если был какой-то резкий-резкий скачок цен, что вверх, что вниз, он не чувствовался. Это все как бы было плавно. Но, в принципе, сейчас это больше как требование рынка, клиентов, чтобы привязаться к биржевой цене. И уже, в принципе, я знаю все импортеры газа в регионе покупают газ по цене, привязанному к индексу PTF. Но мы сейчас можем, конечно, когда такой большой рост цен и резкий рост цен, говорить, что эта формула, да, она была лучше, а мы бы не чувствовали. Ну, если было бы, как в прошлом году тоже, или сейчас, если пойдет резкий спад цен, мы бы этого спада цен тоже не чувствовали. Это все как бы относительно. Ну, сейчас то, что есть сейчас, это, что я могу сказать, что мы никак здесь в Латвии или в регионе не можем влиять на цен газа. Это больше вот как бы влияют те большие глобальные, глобальные такие тренды, о которых вы говорили в начале. Цены газа в Азии, дефицит газа. Например, температура везде, температура воздуха не здесь в Латвии, а в Европе, который повышается или понижается спрос на газ. Мы больше сейчас, но не больше, а полностью привязаны к этому. Хорошо, но что же все-таки можно сделать, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и в поставках, и в ценах? Ну, в ценах я даже не знаю. Но сейчас, как бы раньше в регулированном рынке потребитель был полностью защищен. Как вы и говорили, там был какой-то составляющий, который торговец газом мог заработать. Цены, не было ни резких скачков, ни падений. Это все как бы шло плавно. И сейчас, открывая рынок и привязываясь к биржевым ценам, это больше тоже ответственность на закупку газа, как бы ложится на клиентов. Это зависит. Есть, например, некоторые клиенты, которые купили газы, фиксировали цены рано весной, даже в прошлом году, и у которых сейчас газ стоит очень дешево, по сравнению. Это вот этот риск, который, или ответственность, которая была раньше только на торговца газа, сейчас она очень делится на торговца и на конечного потребителя. Конечно, исключая домохозяйство, которые пока еще покупают газ по регулированному тарифу. При этом, несмотря на то, что домохозяйство покупает газ по регулированному тарифу, мы видим, что, наверное, с сентября эта цена за мегабат увеличилась почти в трое. Ну, для домохозяйства цена меняется два раза в год. Это 1 июля, 1 января. С 1 июля там цена, по-моему, чисто газа, это где-то 20 евро, но сейчас она, конечно, увеличится больше, чуть-чуть больше, чем в два раза. Но это все равно по сравнению в том, какие прогнозы сейчас, например, и сколько газ стоил там в ноябре 90 евро за мегаватт-час, и какой сейчас на сегодняшний день прогноз на первый квартал, это где-то 95-96, близко к 100 евро. Это все равно будет в два раза меньше, чем газ стоит на рынке. А каким образом это возможно? За счет того, что вы закупили газ летом и закачали пункты? Там это считается не на текущий месяц, но это средний за 6 месяцев. То есть от скачков цен на электроэнергию в какой-то мере латвийских потребителей защищает то, что и Латвэнерго закупила какой-то объем газа и использовала ресурсы инчукалцы? Или там ситуация другая? Это зависит полностью от латвэнерго. Я не знаю, как у них идет ценообразование. Хорошо. А какой прогноз я делал у вас по поводу ситуации на рынке газа? Действительно ли то, что говорил президент России на энергетическом форуме о том, что ситуацию на рынке газа может немножечко успокоить открытие вот этого «Северного потока-2» и как будто бы вчера достигнуто соглашение о том, что этому проекту не будут препятствовать Соединенные Штаты и так далее. Можем ли мы прогнозировать, рассчитывать, что действительно эта ситуация как-то успокоится и мы перестанем рвать волосы на голове из-за того, что счета приходят все больше и больше? Мое такое субъективное мнение по поводу открытия надстрима. Это, конечно, повлияет на цену газа позитивно. Сейчас я так прогнозирую это где-то в рамках 10-20, может быть, 30 евро за мегаватт-час. То, что может больше повлиять вообще на цену газа в сторону снижения, это если вот декабрь, например, начало января в Европе будет тепло. Тогда будет понятно, что газ будет хватать и газа будет хватать, будет достаточно и уже, в принципе, я думаю, с января цены должны пойти вниз. Если наоборот, на другой сторону будет очень холодно в декабре, в январе в Европе, и газа не будет хватать, но это далеко тогда эти прогнозы, которые в рамках 100 евро, я думаю, далеко не предел. 100 евро за мегаватт. А сейчас на рынке, ну, в Латвии сколько, получается, потребители платят? Ну, это, если смотреть, самый дорогой месяц был, это зависимо от заключенных контрактов, конечно, но те, которые покупают газ по биржевым контрактам, самый дорогой месяц пока был ноябрь, где цена была 90 евро. Сейчас она 80 с чем-то, 82 или с чем-то получается. Но это зависимо от того, когда заключался контракт, по каким условиям заключался контракт. А домохозяйство платят, как вы сказали, 20 евро? 20, плюс все тарифы, тарифы распределения и все остальные затраты. Ну, сама цена газа, да, 20 сейчас. Ну, получается, что вы работаете себе в убыток, если биржевая цена 80, то вы продаете платок? Ну, в регулированном ринге, это преимущество регулированного ринка, что никто не работает ни в убыток, ни особо не заработает. Это все, ну, как бы система справедливая. Если в какой-то период торговец работает в убыток, потом ему эти деньги возвращаются через тариф. Если в другую сторону зарабатывает больше, чем положено, это возвращается потребитель. В принципе, в таком плане эта система самая справедливая при таком маленьком ринге и возможности закупки газа, как в Латвии. Если это откроется и для домохозяйства, ну, например, если вот сейчас кто-то зафиксировал бы цену, там, не знаю, на целый год прогноз, это где-то 60 с чем-то евро, потом цена упала, ну, ничего не поделаешь, будешь платить, как ты зафиксировал цену. Понятно. То есть на сегодня ситуация, ну, пока непонятная, нельзя прогнозировать цену, поскольку мы не можем прогнозировать погоду. Ну, какие, может быть, позитивные новости мы можем передать нашим радиослушателям в плане стабильности и надежности нашей системы. То есть газа хватит до конца зимы, у нас минусы на дворе, и уже тревожно, а вдруг что-нибудь... Ну, смотря на то, сколько газа сейчас хранится в Винчуканском подземном хранилище, это однозначно, что для латвийского потребления газа хватает. Это так. Понятно. Хорошо. Эдил Лапсулис был сегодня у нас в эфире, рассказывал нам о ситуации на рынке газа, о том, как Латвия с газа, как крупнейший импортер газа в Прибалтике обеспечивает энергетическую безопасность нашей страны, невзирая на то, что законодатель, к сожалению, этого аспекта в документах, касающихся энергетики, не предусмотрел. Безопасность у нас немножко отошла на второй план, и это, наверное, минус, который нужно каким-то образом думать, как его превратить, может быть, все-таки в какое-то более позитивное число, потому что, конечно, энергетика — это сфера, которая касается абсолютно всех, каждого, и невзирая на все посулы и стремления европейских бюрократов перейти на не возобновляемую, а зеленую энергию, хотя и в Латвии зеленая энергия, имеется в виду электроэнергия, составляет, наверное, около 30% нашей генерации, я имею в виду каскады рижских газ, вернее, даугавских газ. Поэтому из всего сказанного можно сделать вывод, что, к сожалению, рынок неблагоприятен сегодня для потребителей, и будем надеяться, что эту ситуацию как-то складят новые поставки. И, наверное, надо сказать, что Россия по-прежнему остается для всего этого прибалтийского рынка, и не только для него, одним из ключевых поставщиков газа. Это так? Да, так и есть, что для Прибалтики, что для Финляндии тоже. А скажите, вот еще маленький вопрос по поводу Балтик-коннектор. Это газопровод, который был построен между Финляндией и Эстонией, и фактически он обеспечивает межсоединение между нашими странами. Однако и в Финляндию газ поставляется из России, и фактически на прибалтийский рынок из России по газопроводам. Какой смысл в таких кружных поставках, если кто-то их использует? Ну, Балтик-коннектор больше используется и очень активно использовался в этом году в первом квартале для поставок в Финляндии. Это чисто, да, используя газ в Венчуканском подземном хранилище. Мы и также другие торговцы, очень много газа, в принципе, по максимуму мощности того времени Балтик-коннектор поставляли в Финляндии. Ну, он дает, конечно, возможности поставлять в другую сторону, но это больше, я не знаю, сейчас можно использовать какой-то резервный путь поставки газа, если, например, во время ремонтных работ в Исповске, можно теоретически поставить газ. Но также можно поставить, и это ничего дополнительного не стоит. Как я говорил, Финляндия, Эстония, Латвия – это единая зона, это что вход в Виматре, что вход в Лухома, это не меняет, а не меняет цену газа. Ну, более, может быть, такой путь, который больше использует, это во времени ремонтных работ, это поставка газа через Литву, через Котловку и Киминай, ну, тогда надо учесть, что Литва – это отдельно. И они берут деньги за это. Доплачивать 1 евро за мегаватт-час. Понятно. Хорошо, спасибо большое, Эдил, за ваши квалифицированные комментарии. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в эфире, чтобы задать следующий вопрос по газовому рынку. Будем надеяться, что зима не будет очень суровой, и всем потребителям хватит газа для того, чтобы согреться, и чтобы наши МТЦ вырабатывали электрическую энергию. Сегодня программа «Продоплека» была посвящена рынку газа. Ее провела Людмила Привыльская, звукорежиссер студии, и до встречи через неделю. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!